приветствую всех ребят новое поступление хочу сделать видео у меня подъехал усилитель и акустической системой фирма kenwood усилитель у нас ребята это с цапом kenwood модель da 9010 а также акустическая система kenwood ls 880 с буковкой d давайте я вам сейчас покажу работоспособность покажу акустику с грилем по переключаю аналоговые входы цифровые входы с сапом покажу работоспособность также на акустической системе покручу регуляторы что ничего не шуршит что все динамики работают у нас а после я вам немножечко ну расскажу про это усилитель у нас 88 год ребят акустика 86 года выпуска ну давайте чуть-чуть послушаем и как раз я вам покажу именно проверю работоспособность акустик акустик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приглушение звука Сейчас я включу цифровой канал Через цап Субтитры сделал DimaTorzok Директ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы че? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, ребята, это у нас была проверка работоспособности усилителя Кенвуд модель ДА-9010 А также акустическая система Кенвуд ЛС-880 Букловкой Д Усилителя, что у нас касается? 88-й год, ребята, с цапом Бурбраун ПСМ-58 Два цапа по одному на канал стоит Значит, что у нас по мощности? 125 ватт, ребят, на 6 Ом 105 ватт на 8 Ом Весом он у нас 18 килограммов Сейчас я внутряночку, ребят, я крышечку снял Я вам сейчас все покажу Паспорт, ребята, в наличии Он куплен из-под японца непосредственно Который им пользовался Он полностью работоспособный В очень, ребята, хорошем состоянии Что по технической части Что по внешней части С пультом И с паспортом Вот Что у нас еще? Сзади на табличке, ребята Он потребление мощности 260 ватт Желательно к нему понижайку тысячник Ну, минимум 700 ваттный Ребят, это так для информации Ребят, с цапом Что у нас касается акустической системы Акустическая система, ребята У нас 86-го года выпуска НЧ, ребята, у нас идет 27 сантиметров Он идет Быстро хотел сказать Композитный материал, ребят Композит Плетеные, переплетенные нити Композита Вот Ну, ближе я вам покажу Вы увидите Подвесы, ребята Похожи как на Родные ППУ Но они, ребят Как новые Они совершенно То ли были заменены Но не видно, что были заменены Они, ребят Просто так сохранились По состоянию Они как новые Кому интересно Можете Ближе на фотографиях Я сделаю вам Что у нас касается Среднечастотного динамика СЧ у нас 7,5 Большой купол, ребят Это Титан Сразу видно Купол здоровенный Поэтому выдает Очень детализованный звук Что у нас касается ВЧ 2,5 Тоже купол Высокий Здесь великолепный, ребят Регулировки Идут высоких И средних частот На акустических системах Фазоинвертором Вперед Чем она у нас Отличается От ЛС 880 С буковкой А Я вам так накидаю Чтобы вы ориентировались Значит По размерам По размерам Дэшки Дэшки Вот эти Которые сейчас У нас на видео Они шире На 2 сантиметра И глубже На 2 сантиметра Высота у них 59 сантиметров Что касается веса Дэшки у нас идут 7-17 килограммов Ашки у нас идут Ребята 15,5 килограмма Вот Что у нас еще Частотная характеристика Тоже разная Дэшки у нас От 33 по низам До 47 килогерц По верхам Ашки у нас От 33 до 45 килогерц Ребят Это вы так Чтобы ориентировались Чуйка Одинаковая 91 децибел Частота среза 5000 Ну По фильтрам 5700 герц 5 килогерц И 700 5 5 килогерц И 700 герц Вот Вот так будет правильно Вот Что у нас еще Мощность Ребята Ну музыкальная 150 ватт Номинальная Идет 80 Давайте я вам сейчас Покажу Поближе Покажу Внутряночку Усилителя Ну внешний вид Давайте вот Сразу в первую очередь Ребят Ну Внешний вид усилителя Внешний вид усилителя Что у нас касается Внутряночки Ребят Вот она Внутряночка Здесь стоит Ну как вам показать Трансформатор С обмотками Ребят Он Можно сказать Ну как Два Трансформатора Он по размерам Ну очень большой Два моих наверное И то Кулака Наверное Еще больше По размерам Что у нас касается Кондерчики Кондерчики Ребята Эльна Два здоровых По 15 тысяч Микрофарад Что у нас У нас касается Транзисторов Ребят Ну вот Вот так Наверное Вот видите Короче 8 8 штук 8 штук Стоят Даташиты По 4 На канал По 4 Штуки На канал Ну видно Не видно Вот они Вот 1 2 3 4 И так же Вот здесь Вот По нагреву По нагреву Ребят Ну вот он У меня уже Я его Где-то около 4 часов Ну вот я Спокойно Это Нагрев Нагрев есть Но он такой Незначительный Градусов Может 25 Градусов 25 Не больше Вот Здесь стоит Великолепный Фонокорректор Также Что у нас Цапы Ребята Фонокорректор Вот он Отделенный Закрыт Ребята Он закрыт Все в экране По состоянию Очень хорошем Состоянии Полностью Все родное Ребята Только из Японии Крышечка Что касается Крышечки Крышечка Ребята Вот она Вот она Родная крышечка Хорошенькая Крышечка В наличии Паспорт Ребята Родной пультик Что редкость Редкость Совершенно С такими аппаратами Пуль Пульты Вы не найдете Совершенно Ну Это в виде бонуса Мне Еще кабель Фирмы Канаре Ребята Вот Вот такие вот дела Что у нас касается Акустической системы Акустическая система Давайте я сразу Внешний вид Ну Вот Вот здесь вот Маленькая есть Ребята Вот она Как типа Зазубринки Не зазубринки Ее видно Только совсем близко На расстоянии 20 сантиметров В остальном В остальном Все отлично Все уголки Все грани Все хорошо Все прекрасно По технической части Тоже все идеально Вторая тоже идеальная Тоже идеальная НЧ ребята Карбон НЧ Карбон Композит Ну Единственное Среднечастотники Там Там есть Пыль Я вот еще Не знаю Как ее Оттуда Вычистить Вычистить Не хочется Ребята Отклеивать Хочется Чтобы было Все оригинальное Чтобы не переклеивать Вот эти резинки С сетками Ну Я подумаю Над этим И решу Этот вопрос Уберу Оттуда Эту пыль В остальном Как бы Все прекрасно Все хорошо Вот Подвесики Прям вообще Прям вот Ну они Как новые Ребята Ну Либо новые Либо как новые Дэшки Звучат Намного Лучше Импульсивней Бас Прям в грудь Бьет Ребят Хотя Вот Размеры Небольшие 59 Она Высота Ну Прям Басят Очень Хорошо Детализация С посредним Высоким Просто Шикарная Но Это Надо учитывать Что Они стоят У меня на подставках Ребят Когда на подставках Это ихний Вот размер На подставках Звук Хороший Поставите На пол Либо выше Вы можете Потерять В басе Я вам сразу Говорю Этот нюанс Чтобы ориентировались Вы сразу Можете Потерять В басе Вот Что вам Еще Рассказать Ну в принципе Я показал Крышечка Целенькая Усилитель В хорошем состоянии Полностью Работоспособный Вот В принципе Все На этом Буду заканчивать В ближайшее Время Еще подойдут У меня Акустическая Система Ребята На днях Буквально ЛС Ик Семисотые Это будет Тоже Трехполосная Акустическая Система Она 53 высотой У меня уже Была На обзоре Такая В хорошем Состоянии Ребят Это так Для информации Просто На цифровой Вход Через На цифровой Я Пускал Сидюшечку Ребята Сони Сидюшечку 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 Ну я ее Коротко включил И выключил Проверить Что входы Работают Чтобы не забанили Ютуб Чтобы ютуб Не забанил Из-за музыкального Произведения Авторские права Поэтому я вам Коротко переключил Показал Что усилитель Рабочий Как то так Ребят Ну ситуация У нас В мире И в стране Не очень Такая Как бы Стабильная Да Вы сами знаете Что Идут Как бы На Украине Мероприятия Поэтому Быть добру Ребят Быть добру Не хочу Никого Кого-то Обвинять Или Обижать Хочу Чтобы Жили В мире И в добре Всем Спасибо За просмотр Подписывайтесь Ставьте лайки Всем Удачи До новых Встреч